Первый день Хурбана это отмечаемый по мусульманскому календарю. В этом году приходится на 28 июня. В этот день у казахстанцев будет дополнительный выходной. В свою очередь накануне, то есть 27 июня, все мусульмане будут отмечать День Арафа. По исламским традициям соблюдение поста в День Арафа является сунной. Подробнее о священном празднике расскажет наш корреспондент. Главный имам Алматинской области Мадьяр Перимкулов на брифинге с журналистами поделился главными правилами священного праздника мусульман Курбанайт. Один из самых значимых мусульманских праздников приходится на 70-й день после окончания поста ураза. В переводе с арабского названия праздника означает праздник жертвоприношения. В этот день мусульмане приносят в жертву одно из животных – овцу, корову, барана или верблюда. Самое главное в жертвоприношении – это намерение. Нельзя, чтобы они были корыстными или неправильными изначально. Имам отметил, что тем, кто не может по каким-либо обстоятельствам принести жертвоприношение самостоятельно, могут воспользоваться услугой онлайн через сайт kurban2023.kz. Среди мусульманских праздников с особым отношением празднуются два – это ураза и курбанайт. Курбанайт, несмотря на то, что отмечается три дня, его первый день приравнен к государственным праздникам и является выходным. В этот день в жертву приносятся полностью здоровые животные, у которых все 12 частей тела целы и невредимы. В свою очередь, тех, кто занимается выращиванием и продажей скота, очень прошу не поднимать в этот день цены. Как-никак, этот праздник – один из самых важных, является священным. По информации инспектора ветеринарного контроля, в Алматинской области имеется 41 место для жертвоприношения. Однако только 8 из них с категорией халал, то есть дозволенные для религиозного обряда. Нужно отметить, что два места из восьми подготовлены в самом областном центре. Также, по словам специалистов, на каждом месте религиозного обряда будут работать специалисты ветеринарной инспекции. Они будут проверять каждое жертвенное животное. Вместе с тем, людям, намеревающимися принести в этом году жертвоприношение, нужна специальная справка. Ее можно получить в ветцентре совершенно бесплатно. В случае отсутствия этого разрешительного документа, человек будет оштрафован на сумму порядка 60 тысяч тенге. Сейчас проводится очень жесткий контроль со стороны ветеринарных врачей и аттестованных врачей. Ветеринарной санитарной экспертизы. То есть там есть аттестованный ветеринарный врач, который будет, когда туша будет в подготовке к убою, он ее будет осматривать. Вначале внешний осмотр делается, визуально все делается. Потом также все лимфатические узлы проверяются, надрезом делается полностью. Запрещено устроить это, резать скот в районе микрорайонов. Частные подворья мы не запрещаем, но с обязательным осмотром туши. Согласно статье 22, закон о ветеринаре, там четко написано, без ветеринарной справки реализация животного происхождения запрещается. Стоит отметить, в прошлом году в праздник Курбанайт мечеть города Кунаев распределила 400 пакетов для людей из социально уязвимых слоев населения. В этом году планируется оказать помощь более чем 200 семьям. Айслужа Андос, уважает Арбек Нурбек, телеканал ЖИТСУ, Кунаев.